здравствуйте дорогие друзья одним из ключевых доводов сторонников официальной версии истории является утверждение о том что 19 век хорошо изучен и описан имеется много архивных документов этой эпохи начиная церковных ведомостей рождение смерти и кончая частной перепиской на основании этого традиционная историческая наука считает хронологию событий 19 века а также сами эти события истинной в последней инстанции но если провести анализ всей истории вообще и событий 19 века в частности на предмет наличия повторяемости событий то обнаруживается очень много интересных совпадений слишком много чтобы просто быть случайными оказывается все и вся имеет свои параллели и начать сегодняшний анализ предлагаю с темы которая многим очень хорошо известно и расписана на очень подробно с наполеона бонапарта точнее с двух наполеонов и то что жизнь и деяние этих императоров хорошо расписано официальной историей как раз и позволяет нам провести параллели и сравнить их между собой и оказывается события вокруг одного наполеона как подкопирку похоже на события вокруг другого при этом не только биографии обоих наполеонов похожи как подкопирку похожи события в мировой истории в периоды правления этих императоров страны империи композитора литераторы деятели науки видны политики правители и так далее такое ощущение что просто брали текст и делали вот так при этом особо не заморачиваясь говорите события 19 века подробно описаны хорошо известны ну что же это как раз нам на руку давайте внимательно посмотрим на эти события за 15 лет до падения наполеона первого в 1815 году в россии сменяется царь 1801 который через несколько лет после начала своего правления проводит крестьянскую реформу указ о вольных либо пашцах от 1803 года предыдущий царь реакционер умирает в разгар наполеоновских войн слухи о насильственной смерти параллель за 15 лет до падения наполеона 3 в 1870 году в россии сменяется царь в 1855 году который через несколько лет после начала своего правления проводит крестьянскую реформу 1861 года предыдущий царь реакционер умирает в разгар крымской войны слухи о странной смерти после смерти наполеона 1 1821 год проходит 10 лет в январе 1831 года польский сейм объявляет о лишении николая первого престола царства польского незадолго до этого в ноябре 1830 года поляки выгоняют из варшавы наместника царства польского великого князя константина через год в россии проводится военная и земская реформы параллель за 10 лет до смерти наполеона 3 в 1873 году восставшие поляки в январе 1863 года выгоняют из варшавы наместника царства польского великого князя константина через год в россии проводится военная и земская реформы после смерти александра 1 и казни декабристов 1825 год проходит несколько лет начинается эпидемия холеры 1830 1831 года вслед за которой последовали неурожай и голод до 1834 года во время эпидемии умирает брат императора константин тот самый которого прогнали поляки параллель после смерти александра 2 и казни первомартовцев 1881 год проходит несколько лет катастрофический голод 1891 года за которым последовала эпидемия холеры 1892 года во время эпидемии умирает брат императора константин тот самый которого прогнали поляки после окончания отечественной войны 1812 года проходит 12 лет заключается договор 1824 года между россией сша по вопросу об аляске параллель после окончания крымской войны 1856 год проходит 11 лет сша покупают аляску в 1867 году после позорной капитуляции фельдмаршала мака в 1805 году проходит 9 лет собирается невиданное сборище венский конгресс 1814 1815 год европейские дипломаты делят империю наполеона основная интрига конгресса подковерная борьба против интересов россии победивший бонапарта параллель после позорной капитуляции маршала макмагана 1870 году проходит 8 лет собирается невиданное сборище берлинский конгресс 1878 года европейские дипломаты делят османскую империю основная интрига конгресса казни против прав россии победивший турцию друзья когда изучаешь и сравниваешь хронологии жизни наполеона первого и наполеона третьего просто где удаешься куда смотрели фальсификаторы и на что они вообще надеялись ведь сопоставить данные двух французских императоров не составляет труда на самом деле параллельных событиях в историях обоих наполеонов реально очень много и перечислять их все тогда фильм получится очень длинным и скучным наш соратник павел викторович козловских провел большую работу по анализу событий 19 века и составил список из 200 эпизодов которые наглядно показывают то что история первой половины 19 века списана с его второй половины очень рекомендую к прочтению ссылка на весь полный список находится в описании а мы давайте рассмотрим и другие временные периоды первое в 1667 1671 годах произошло восстание степана разина именуемая как крестьянская война помимо крестьян в ней участвовали дворяне и казаки через сто лет на тех же самых территориях по тем же самым причинам и с такими же участниками проходит восстание емельяна пугачева в 1773 1775 годах именуемая не иначе как крестьянская война стоит отметить что обе крестьянские войны практически идентичны друг другу а оба лидера восстания и степан разин и емельян пугачев были донскими казаками их даже казнили одним способом четвертованием второе что вы знаете о нашествии гунов в конце четвертого века гунны это кочевой народ немногочисленный и неоднородный по своей сути имеющий множество внутренних противоречий и межклановых конфликтов при этом гунны создали империю входящий в список крупнейших государств в мировой истории завоевав почти всю евразию от тихого океана на территории современной германии от сибири до индийского океана разгромив многочисленные армии как средней азии так и в европе покорив несколько десятков крупных и развитых государств без проблем на лошадях преодолевая тысячи километров непроходимых лесов и гор а также степные реки спустя тысячу лет тем же самым маршрутом покорять евровидение пошли так называемые монголо татары затем на тех же самых территориях они также создали империю одну из крупнейших в истории человечества при этом официальными историками даже не скрывается что как минимум часть данным по гуннам это на самом деле данные по монголам так как в отсутствие четких описаний и изображений лука гуннов о котором известно только что он был очень мощным официалы приводят данные по другим кочевникам и монголам монголами же они иллюстрируют навыки верховой езды всех кочевников и гунов в том числе третье сорок пятом году до нашей эры гай юлий цезарь вел новое летоисчисление по которому новый год наступал 1 января писал труды об устройстве армии и военном искусстве вел в римской армии штаб с должностью инженера спустя 700 лет петр первый делает все то же самое своим указом также ввел в россии празднование нового года 1 января написал труды об устройстве армии военном искусстве и название трудов почти идентичны также петр первый создал генеральный штаб в российской армии и ввел в нем инженерные войска при этом на памятниках петра первого изображают в римском венке и туники естественно совершенно случайно просто совпадение или дань моде на этом параллели с древним римом не заканчиваются вероятно многие слышали или где-то читали что китайская история как под копирку напоминает историю древнего рима на эту тему есть много публикаций поэтому я лишь кратко ее коснусь но совсем не сказать также не могу так как параллели между римской империи китаем порой удивительны в начале третьего века нашей эры власть в риме переходит к родственнице императора каракалы юлии месси че правление названо кровавым параллель в китае к власти приходит царица дзяняньфэнь жена одного из императоров энергичная и свирепая правит проливая кровь направо и налево следующая параллель римская империя воюет с гуннами теми самыми что проскакав на лошадях весь континент создали самую крупную империю китай в те же годы с хунну теми самыми что создали эту самую крупную империю затем западная римская империя завоевана германцами и гуннами а китайская западная дзянь завоевана хунну и в риме и в китае на престоле в это время очень юный император. Западная Римская империя прекращает свое существование в междоусобных войнах. На ее территории образовано королевство варваров. В Китае в междоусобных войнах гибнет империя западная Цзинь и на ее территории образовано государство варваров. Особо хочу отметить, что в истории Римской империи Гай Юлий Цезарь был вовсе не один. Этих Гай Юлиев Цезарей в разных вариантах имени бесчисленное множество, только с разными приставками к имени. Что интересно, в истории Китая всяких Сюань Цзюней также бесчисленное множество. Чтобы самим китайцам в них не запутаться, они к именам императоров и военачальников прибавляют различные приставки. А что говорить про нас? Ведь для уха европейского человека все их имена кажутся вообще одинаковыми. И сделано это с одной единственной целью, чтобы любой, кто решит разобраться в хитросплетениях этих Юлиев и Сюаней сто раз пожалел об этом. Ладно, идем дальше. Пятое. Про год без лета 1816 году, думаю, также слышали многие. Однако и у него есть свои параллели. Это период 1312-1315 годов и 1665 год. При этом официальными историками утверждается, что это три раздельных периода единого, как они говорят, малого ледникового периода. Тут стоит отметить, что по официальным данным резкое похолодание 1312-1315 годов было связано с замедлением течения Гольфстрима около 1300 года. А лютая зима 1664-1665 годов, когда, например, во Франции и Германии, по свидетельствам современников, птицы замерзали в воздухе, была вызвана якобы извержением вулкана Уайна-Путина, сильнейшим за всю историю Южной Америки. Что интересно, официально считается, что год без лета в 1816 году был вызван извержением вулкана Тамбора в апреле 1815 года на индонезийском острове Сумбава, находящемся в Южном полушарии. Кстати, некоторые исследователи именно этому вулкану приписывают засыпанные города, но тут сразу хочу внести ясность. Роза ветров, существующая в индонезийском архипелаге, никак не позволяет распространяться выбросом вулкана в северное полушарие. Поэтому винить Тамбора в ледниковом периоде и засыпанных городах, мягко говоря, не совсем корректно. Далее. Шестое. Не только вулканами и сильными морозами схожи хронологии 1600-х и 1800-х годов. Так, в 1610 году Лжедмитрий II, отступая от Москвы, направился в Калугу. Через 200 лет, в 1812 году, Наполеон I, отступая от Москвы, направился в Калугу. При этом официальным государевым титулом Лжедмитрия II был титул императора, так же, как и Наполеона I. Да-да, друзья, вы не ослышались. По официальной истории первым всероссийским императором был вовсе не Петр I, как это парадоксально не звучит, а именно Лжедмитрий II. Еще одна параллель. В 1611 году в Москве, занятый поляками, вспыхнул пожар. Через 200 лет, в 1812 году, в Москве, занятый французами, так же начался пожар. Седьмое. В 1404 году Великое княжество Литовское присоединяет Смоленск к своей территории. Через 100 лет, в 1514 году, Смоленск отбит у польско-литовских войск короля Сигизмунда I и возвращен в русское государство. После долгой осады и почти непрекращающихся артовстрелов, жители города открыли ворота и сдали его штурмующим русским войскам. Все защитники Смоленска, пожелавшие уйти в Литву, были отпущены. Еще через 100 лет, в 1611 году, польско-литовские войска короля Сигизмунда III вновь взяли Смоленск и присоединили его к польско-литовскому государству. В 1654 году Смоленск отбит у польско-литовских войск и возвращен в русское государство. После долгой осады и почти непрекращающихся артовстрелов, жители города открыли ворот и сдали его штурмующим русским войскам, а все защитники Смоленска, пожелавшие уйти в Литву, были отпущены. Через 150 лет, в 1812 году, после нескольких дней штурма и артовстрелов французскими войсками, русские сдали город и его защитники смогли уйти. 8. Отдельно хочу отметить, что библейские истории, описанные в Ветхом Завете, как две капли воды повторяют истории, описанные в Новом Завете и в официальной истории. Даже очередных событий такая же. Судите сами, друзья. 9. Четырехсотлетнее рабство евреев в Древнем Египте соответствует четырехсотлетнему преследованию первых христиан в Римской империи. После того, как Моисей вывел евреев из египетского рабства, наступил четырехсотлетний период процветания и роста у государства Израиль, правление в котором осуществляли судьи. 10. Параллель. После признания христианства официальной религией в королевствах, образованных на осколках Римской империи, начинается период распространения христианства по Европе и вытеснения язычества. Несмотря на междоусобные войны между королями, власть римских пап крепчает и ширится. По сути, политикой в Европе эти четыреста лет управляют римские папы. Родоначальником христианской философии считается Блаженный Августин, который признается святым как в католичестве, православии, так и в протестантизме. Согласно библейскому тексту, Саул – первый царь народа Израиля и основатель Единого Израильского царства. Правление Саула пришло на смену правлением судей. Параллель. 25 декабря 800 года Карл Великий был коронован императорской короной Папой Львом Третьим в Риме. В обеих параллелях Единое царство, так или иначе, существует 120 лет. Затем Израильское царство разделяется на Северное и Южное, а империя Карла Великого разделяется на Восточное и Западное королевства. Северное царство Израиль просуществовало свыше 200 лет и было уничтожено Ассирией в 721 году до н.э. Южное царство Иудея со столицей в Иерусалиме просуществовало еще 150 лет после падения Израиля и было уничтожено Вавилоном в 586 году до н.э. Население угнано в плен. Спустя 70 лет, в силу указа персидского царя Кира II, сломившего могущество Вавилона, иудеи получили возможность возвратиться на свою землю. Параллель. Авеньонское пленение пап. Так называется период с 1309 по 1377 год, когда резиденция пап, глав католической церкви, находилась не в Риме, а в Авеньоне, юг Франции. Авеньонский период в истории папства мало напоминал реальный плен. Скорее, это было сотрудничество пап с сильными французскими королями. К этому времени папство, сильное зависевшее от светской власти, утратило былую роль в политической жизни Европы. Авторитет папства за эти годы упал очень низко и никогда более не восстановился в полной мере. В последующие века о папском Авеньоне говорили как о городе, абсолютно лишенном духовности. Девятое. А теперь давайте рассмотрим конкретные исторические персоны. Начнем с металлургов Демидовых и Баташовых. Демидовы, родом из Тулы, занимались металлургией в Туле и на Урале, подозревались в изготовлении фальшивых денег и затоплении рабочих к этому причастных. Баташовы, родом из Тулы, занимались металлургией в Тульской, Нижегородской и Рязанской губерниях, подозревались в изготовлении фальшивых денег и затоплении рабочих к этому причастных. Жанна Дарк и Эмили Платтер. Эти две молодые женщины возглавляли армию своей страны в борьбе за свободу своего народа. Жанна Д'Арк возглавила борьбу французов против Британской империи в Столетней войне, а Эмилий Платтер – поляков в борьбе против Российской империи. Обе женщины были первоначально отвергнуты армией и должны были очень много работать, чтобы попасть в армию. Обе происходили из знатных, но не очень богатых семей. Обе носили мужскую одежду, чтобы быть активными на поле боя. Обе играли важную роль в мотивации солдат и считались символом восстания. Обе умерли молодыми. Авраам Линкольн и Джон Кеннеди Линкольн стал президентом США в 1860 году. Ровно через 100 лет к власти пришел Джон Кеннеди. Оба мужчины погибли из-за пули, попавшей в затылок. Это в обоих случаях происходило в присутствии их жен. Один недели был пятница. Покушение на Авраама Линкольна произошло в театре Форд, а на Джона Кеннеди в кабриарете Линкольн, производимого компанией Ford Motors. У обоих президентов было по четверо детей. Оба потеряли по одному ребенку до начала президентства, и второй умирал уже после вступления отца в должность главы государства. Всего различными следователями было насчитано более 20 совпадений. Петр Первый и Петр Третий У Петра Первого был крестный отец Федор, а отчество Петра Третьего было Федорович, несмотря на то, что отца Петра Третьего звали Карл Фридрих Гольштейн. Оба Петра были женаты на Екатеринах Алексеевных, причем обе Екатерины были незнатными иностранками, а умирали Екатерины 6 мая и 6 ноября соответственно. То есть разница ровно в полгода. При рождении они не были Екатеринами, а вот православное имя Екатерина Алексеевна они взяли за 18 лет до смерти мужа Петра. Екатерина Первая в 1707 году, а Екатерина Вторая в 1744 году. Итак, друзья, это был лишь краткий список параллелей в нашей официальной истории. По каждой озвученной сегодня параллели можно привести еще целый вагон фактов, а самих параллелей еще несколько сотен, если не тысяч. И это все в открытом доступе. Любую дату или имя или факт вы можете проверить прямо сейчас. Если, по вашему мнению, что-то из озвученного выше не соответствует действительности или по ошибке попало в этот список, то напишите это в комментариях. Также прошу вас писать в комментариях свои примеры параллелей в истории, хоть из своей жизни, хоть из официальной истории. А на этом я с вами не прощаюсь. Все самое интересное еще впереди. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.